Уважаемые друзья, от моего коллеги по хобби досталась у него такая достаточно большая библиотека старого телевизионного мастера. Здесь книги достаточно старые и когда вы увидите на обложке слово современное или новое, это относится именно к тем 50-60-70 годам, когда телевидение было самым передовым в нашей стране. Ну и конечно доля истины в этом была, потому что чтобы разбираться в таких сложных схемах и знать принцип работы телевизора, и самой системы телевидения, надо было достаточно много учить. Учили этому и в ПТУ, и в техникумах, и в высших учебных заведениях были курсы телевидения. Само собой не ремонта телевизоров, а именно телевидение. Естественно в мастерские по ремонту телевизоров попадали люди после ПТУ или техникумов. Редко кто после института шел в мастерскую, разве что за длинным рублем, потому что заработки мастеров в те годы были, так скажем, на высоте. Но все равно славное имя телемастера требовало от человек постоянного совершенствования и освоения новых схем, методов, способов ремонта. Особенно тяжело было в начальные годы телевизорстроения, потому что унификации никакой не было. Каждый телевизор был венцом творения какого-то конструкторского бюро и приходилось просто тупо заучивать, как устроен каждый телевизор. Хотя принцип, я повторюсь, был один и тот же. Пока бы я болтаю, перед вами идет видеоряд книг. Книг конкретно по телевизорам, тем старым первым телевизорам, которые были доступны для народа. Я думаю, от обилия вы очень удивились. Думаю, очень много названий даже не на слуху ни у кого в наше время. И самое важное, что телевидение в те годы развивалось достаточно интенсивно и приходилось все время что-то доучивать, в чем-то разбираться. Разбираться в новых схемах, в новых принципах построения блоков телевизора. Хотя принцип телевидения, именно того аналогового телевидения, сначала черно-белого, потом цветного, оставался всегда один, неизменный. Кроме общих книг, обзорных книг по конкретным телевизорам, также рынок изобиловал книгами более узкоспецифическими. О конкретных блоках, об особенности схемотехники, о принципах функционирования телевидения. И любой уважающий себя телемастер считал за честь приобрести такую книгу, изучить и использовать все, что там написано в своей работе. Естественно, любому телемастеру приходилось знать очень многие направления науки, начиная от распространения радиоволн и кончая принципами формирования изображения на экране кинескопа. Ну и, конечно, значимой вехой, а точнее сказать, большим испытанием для телемастеров стал переход с кемотехники телевизоров с радиоламп на транзисторы. Честно скажу, что не все телемастера это выдержали, не все смогли переучиться. И многие так и остались специалистами только по ламповым телевизорам. Про себя могу сказать одно, что я курс телевидения в ВУЗе прослушал в начале 80-х годов. И преподаватели давали нам как ламповые варианты исполнения блоков, так и транзисторные, не делая различия и не акцентируя на чем-то особенного внимания. Даже на экзаменах был такой один из вопросов. Выходишь, на столе лежит стопка схем, наугад берешь, вытягиваешь схему и начинаешь объяснять, как работает этот телевизор, как по нему проходит сигнал. И еще с этого экзамена в памяти остались вопросы, когда преподаватель подходил к схеме, тыкал наугад в регистр или в конденсатор или в транзистор и говорит, вот представьте, что этот элемент вышел из строя. Расскажите, что будет на экране. Так что вы дрессировали нас хорошо. И дали неплохие знания как по принципам работы телевидения, так и по методикам ремонта приемников телевизионных. Ну и сразу скажу, что вершиной радиолюбительства, именно той отрасли радиолюбительства, которая занималась телевидением, было самому сделать телевизор. Достаточно много было литературы, журналы радио выходили со статьями, как сделать радиолюбительский телевизор. И вот сейчас перед вами в видеоряде идут книги, посвященные именно самостоятельному изготовлению и настройки самодельных телевизоров. И скажу так, что вот среди моих знакомых были люди, которые сами собирали телевизоры, сами настраивали их и эксплуатировали какое-то время. Вот такое вот интересное хобби, профессия, увлечение. Потом пошли импортные телевизоры абсолютно на иной элементной базе со специфической схемотехникой. И вот еще один интересный момент. Среди книг, которые я вам показывал, вы обратили внимание, что многие исписаны мелким почерком, всякими пометками, графиками, схемами. И вот в одной из книг я нашел вот такой листочек. Всего четыре странички. Но посмотрите, сколько труда, кропотливого труда должен был проделать радиолюбитель, чтобы вот так вот собрать самое важное на телевизорах. Разделить их на группы по унификации. Расписать все используемые унифицированные блоки и указать их особенности. Колоссальный труд. Большой поклон этому человеку. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.